Дистанционное обучение в Ненецком округе продлится до окончания учебного года. Соответствующее решение принято Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Таким образом, учащиеся первых, восьмых, десятых и одиннадцатых классов завершат текущий учебный год 29 или 30 мая в зависимости от продолжительности учебной недели. Образовательный процесс для девятых классов продлится по 28 мая. Такие даты приняты с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Понятно, что подобный режим обучения доставляет и школьникам, и родителям некоторые неудобства. Например, не всегда исправно работает интернет. Впрочем, герои нашего следующего репортажа нашли в подобном обучении и свои плюсы. Слово Алине Волучейской. На натюрмордах рисуют фрукты, могут рисовать, потом смотри, цветы. Наша коллега Ольга Русул сегодня в роли учителя ИЗО. Мама третиклассника объясняет, какие бывают натюрморты. После теоретической части переходит к практической. Марк старательно переносит на лист бумаги увиденную композицию. К дистанционному обучению парень уже привык и даже нашел в нем свои плюсы. Я учился на плохие оценки, а сейчас уже начал учиться на хорошие. На 4, 3, 5. Ну, сложно дома заниматься или легче, чем в школе? Легче. Ну, а в школу-то хочется с тебя? Ну да, с друзьями поговорить. Сестра Марка, Александра, также адаптировалась под подобный формат обучения. Задают достаточно, но девушка успешно справляется с учебной программой. Единственная сложность – это некорректная работа образовательных платформ. Ну, очень сложно регистрироваться, когда на сайтах. Задания бывают на время. И вот был у меня момент, я делала задание, и у меня вылетела работа. И я очень боялась, что я не успею зайти до того, как у меня выйдет время. И это очень страшно, потому что ты не знаешь, как объяснить это учителю, и могут не поверить. Колоссальная нагрузка в эти дни ложится в первую очередь на родителей. Ведь если старшеклассники могут справляться с программой самостоятельно, то за малышами нужен постоянный контроль. Впрочем, главное сейчас – завершить учебный год, несмотря на трудности и неудобства. А что делать? Будем продолжать учиться. В любом случае, это лучше, чем закончить учебный год, как в некоторых регионах уже приняли решение такое. Потому что я все-таки считаю, что для детей очень важны эти знания. Напомним, что на образовательную деятельность с применением дистанционных технологий окружные школьники перешли с 6 апреля. По всем вопросам дистанционного образования и работы образовательных учреждений региона можно обращаться по телефонам горячей линии.